доброго дня дорогие братья и сестры меня зовут священник константин мальцев вы находитесь на прямой трансляции в социальной группе одноклассники батюшка онлайн замечательный наш проект русской православной церкви эфир будет недлительные отвечать буду на вопросы последовательно не буду заниматься скры чтением буду конкретно останавливаться на вопросов постепенно который будет сдаваться добрый вечер смотрю народ собирается я тоже очень рад добрый вечер что 2 секунды подождем если есть уже какие-то вопросы я с радостью начну отвечать на них здравствуйте анна ну давайте пока народ собирается я отвечу на вопрос не так давно милостью божьим не сделали подарок я ездил на гору афон молились мы там и у меня спросили что зачем вообще люди туда еду что там такого значил почему женщин туда не пускают а если женщина в области евгения если женщина все-таки вступила на гору афонскую что ей будет за это ну давайте скажем что гора это чисто где мужчины молятся поэтому она состоит чисто из мужских монастырей там 20 монастырей девять скитов ну и больше гораздо может быть на вот и что нужно сказать что женщины туда не ступают по из одной из императриц по велению божьей матери она издала указ и сегодня юридически если женщина наступила на афонскую гору то ее могут посадить от полугода до года то есть это крайне запрещено это держать вообще как бы может женщина в паломскую поездку поехать мимо горы паром плывет девы носят мощи святых монахи на корабль с которого на котором вернее женщины едут сейчас секундочку вот на которой они едут и они прикладываются к этим мощам мощи конечно огромное количество на святой горе мы останавливались да пишите вопросы я сейчас быстренько завершу кратенько рассказ и потом на youtube канале на моем канале вы посмотрите полностью несколько дней путешествия так и будет называться гора афон батюшка блогер ну может так начинающих по крайней мере прошу ваших святых молитв вот огромное количество мощей святыния интересные факты ну каждому мужчине думаю стоит побывать на этой горе чтобы как один из монахов сказал ягод приехал на три дня остался уже на семь лет вот семь лет он там конечно очень интересное и духовное значимое место афон так ну давайте начали писать вопросы так сегодня было у христиан и вами ко мне понравилось и общение замечать как ваше дело все замечательно привет собачка приветствую так вопрос забрете помолитесь пожалуйста за мою внучку валерию она сейчас вас смотрит бог благословит милости божий так тоже святать иисуса господа невозможно святить он освещает мы только молитвенную связь придем так молитесь пожалуйста да это я прочитал фаину так мне вчера приснились трое батюшки стояли на вершине мне сказали смотри пропасть и что дальше вообще как бы ианн кроштадский изумительно говорит о снах часто задал вопрос как относиться к снам ианн кроштадский говорит что за снами наблюдать нужно когда мы спим днем ночью потому что сон это отображение нашего внутреннего духовного состояния поэтому верить конечно с нам очень опасно порой даже не нужно а потому что мы можем по своей слабой воле не понять ее и растолковать не совсем правильно так уставшиеся глаза да немножко было уставку как это можно понять про трех батюшка как можно понять знаете есть вот притчи изумительные фильмы художницы которые монастырь елизаветевский создал там изумительно то есть один из трех старцев которые на острове не грятут мы не умеем молиться вот знаем только трое нас трое вас господи помилуй нас вот поэтому тут три батюшки ну слава тебе боже что три если они указывают тебе на опасность какой-то пропасти значит ну внутри надо посмотреть может какой-то грех крайне и опасен который вы делаете ну я все-таки не склоняюсь к трактованию снов я не давит поэтому я все-таки думаю что если господь указывает какой-то вот в то те же самые священники значит нужно как минимум пойти в храм помолиться по благере господа за всю бог благословит так пишите вопросы да так здрасте башка здравствуйте так как мне быть мучает бес но я думаю тут обязательно нужно исправиться причащаться и некоторых монастырях по благословению правящей архиереи совершаются отчитки можно поехать на отчитку а если во сне согрешу кается ли если у вас дальше не пошло по вообще мы редко о мыслях своим каюсь потому что сначала приходит разум потом уже делаем чаще всего можно покаяться и мыслях которые могут если это мучает сове как совесть душу можно и в этом в том числе покаяться все чтоб нас отдаляет от господа в то и мыкаемся дальше а чего женщина может быть одинока в личной жизни не везет знаете тут иногда и одиночество это счастье потому что в одиночестве мы можем уделить полностью свое время чтение священно описание святоотейской литературы понимаете не зря апостол павел говорит что ащи оженился то есть женился печешься как угонить жене а не женился печешься как угодить богу поэтому тут не всегда это беда может быть господь вам более значило какого-то и для спасения души и вообще по жизни мужчину на которого тем не менее нужно молиться просить у господа петру и феуроне и же с ними одиночество все относительно тут на же нужно в том числе лично общаться чтобы понять как бы осмысл всей вашей истории о чем вы думаете ну в том числе и психологически какие то и перед сном может что то посмотрели все оно отображается конечно так и иконы рисуют люди выходят мы поклоняемся и молимся картинам художников вы знаете есть такой акафист слава богу за все который которым говорится благолютия господь за гениально человеческого ума за облеск творческого художественного творчества то есть и и и Продолжение следует...